Всем привет! Сегодня мы вам расскажем про еще один автомобиль, который часто и за недорого привозят из-за границы. Итак, встречайте – большой и дерзкий седан Ford Fusion. В Европе он называется Mondeo 5, а в США – Ford Fusion, причем 2-го поколения. Эта модель производилась с 2012 по 2020 год и пережила аж 2 рестайлинга в 2016 и 2019 годах. Ford Fusion очень популярен в наших странах из-за проходных моторов, то есть его можно растаможить за вменяем деньги. На страховых аукционах в США он стоит не так-то и дорого. Это вам не Passat и не Camry. Этих автомобилей задешево там не найти. Хотя Ford Fusion им не особо уступает. Это большой вместительный автомобиль, продвинутый в духе времени и сделан по европейским канонам качества. Давайте посмотрим, как обстоят дела у этого автомобиля с надежностью и какие у него есть болячки. Поехали! Почти все Ford Fusion были куплены на страховых аукционах в США. А это значит, что машины побывали в ДТП. Состояние автомобиля, в котором была куплена машина, можно узнать по ВИН-номеру, просто вбив его в Google. Скорее всего, найдете свою тачку. Часто следы ремонта бросаются в глаза, потому что владельцы ищут, где бы подешевле восстановить автомобиль. И по той же причине битые в передок машины восстанавливают с помощью тайваньских крыльев, капотов, бамперов. Зазоры могут выглядеть хорошо, но вот эти самые неоригинальные кузовные запчасти, именно металлические, начинают быстро ржаветь, особенно если были покрашены некачественно. Оригинальные фары у Ford Fusion светят слабовато, поэтому владельцы ищут оптику у Ford Mondeo 5. Там свет гораздо лучше и ее устанавливают. А вообще, что можно сказать про кузов Ford Fusion? Так это надо обращать внимание на то, как автомобиль был восстановлен после ДТП, потому что неумелые сварные швы и дешевые решения быстро проявятся коррозией. У дорестайлинговых Ford Fusion есть проблема с оплавлением разъемов питания, которые находятся под сидениями. Из-за высокой нагрузки плавится пластик вокруг минусового контакта и окончания провода черной с синей полосой. Так вот, эту проблему можно учесть носом, потому что в салоне будет пахнуть плавленым пластиком. Вдобавок еще не будут работать подогревы сидений, а также вентиляцию. Ну а теперь давайте плавно перейдем к двигателям. Двигатель 1.6 EcoBoost устанавливали в первые годы выпуска этой модели. С ним связана неприятная история. Лопался тройник в системе охлаждения на подводе антифриза к отопителю. После этого мотор перегревался, ГБЦ трескалась, а через трещины в ГБЦ масло попадало на выпускной коллектор и на горячую часть турбины. Моторный отсек буквально вспыхивал. Машины горели и в США, и даже в наших странах. Все, что сделал Ford, это установил датчик уровня антифриза, чтобы МБУ могло предупредить, что начинается большая проблема. Вообще, этот двигатель склонен к перегреву, и виной тому загрязненные радиаторы и проблемы с термостатами. У этого двигателя H3 термостата, который поддерживает его рабочую температуру чуть выше 95 градусов. Более холодный режим работы двигателя появился после 2018 года, в том числе после отзывной кампании, в ходе которой один из термостатов стал прохладнее – 82 градуса. Еще двигатель 1.6 EcoBoost склонен к жору масла из-за закоксования поршневых колец. Вдобавок поршни, жировой пояс которых покрыт нагаром, запросто плавятся. Еще у этого двигателя слабенький блок цилиндров, алюминиевый с чугунными гильзами, причем гильзы не доходят до верхней плоскости блока. Грубо говоря, в самой ответственной точке легкий сплав, так называемое алюминиевое кольцо. Естественно, оно сдается цилиндрами, верхней части буквально раздувает. Происходит сдвиг алюминиевого сплава в области пропила между цилиндрами. Это может привести к трещине в верхней части гильзы и откалыванию фрагмента. В общем, это не все неполадки двигателя 1.6 EcoBoost. На смену ему пришел его 1,5-литровый собрат. В его основе блок цилиндров от двигателя 1.6 и проблема с попаданием антифриза во второй или третий цилиндр никуда не ушла. А появляется эта проблема из-за подвижности межцилиндровых стенок, в которых сверху сделан пропил. Иски к компании Ford по этой проблеме появились еще в конце 2020 года. Технический бюллетень гласит, что появление антифриза в цилиндрах может быть на любом Fusion и Escape с двигателем 1.5 EcoBoost, если эти машины выпущены до 10 июня 2019 года. Там же указаны и симптомы. То есть пропуски зажигания в том цилиндре, в который попал антифриз, также парение из выхлопной трубы, а также снижение уровня антифриза. Из-за этой проблемы блоки цилиндров меняли по гарантии. Также меняли по гарантии и прокладки ГБЦ. В общем, затем блок улучшили, и теперь там между цилиндрами не пропил, а сверление. Скажем так, что расслабляться с 1,5-литровым EcoBoost не стоит. Случаев попадания антифриза во второй цилиндр хватает. В общем, бэушный мотор со Штатов для Fusion 1.5 EcoBoost стоит примерно 2200 долларов и предложений немного. Кстати, среди объявлений встречаются объявления по продаже поврежденных блоков. Владельцы хоть как-то пытаются отбить затраты на ремонт. Чтобы не было проблем с самым распространённым двигателем на Fusion, надо лить в него качественный бензин, октановое число не менее 95, а также качественное масло – малозольник 0V20. Также надо держать основной радиатор охлаждения в чистоте. И после интенсивной езды с большими нагрузками, а также после серии ускорений газ в пол, ни в коем случае не глушить его сразу. Ему надо немного поработать и остыть. А ещё на всех EcoBoost каждые 80 000 км надо менять толкатель под ТНВД. Это очень старая проблема, которая появилась ещё на первых прямовпрысковых моторах VAC. Толкатель протирается, и стружка попадает в масло. Следите за тем, что происходит во впускном коллекторе. Система вентиляции картера у полуторалитрового EcoBoost плохо справляется с отсевом паров масла, поэтому там собирается много масла. А ещё всё это ускоряет загрязнение впускных клапанов. При необходимости добавляйте маслоуловители. В целом же при адекватном и нормальном обслуживании можно рассчитывать на ресурс в 300 000 км. Всё не просто и с двухлитровым EcoBoost. На самом деле на американских Fusion этот двигатель не страшный и проблемный. Но если копнуть глубже, то выяснится, что на тех моторах, которые выпущены в 2017 и в 2019 годах, есть проблемка. Антифриз попадает во второй или третий цилиндр. А проблема возникает из-за чего? Потому что сверху над цилиндрами есть поперечный пропил. Решение не такое уж и уникальное, но здесь оно выходит боком. Когда антифриз попадёт в один из цилиндров, а это может случиться ночью, двигатель с утра будет работать на трёх цилиндрах. Четвёртый цилиндр оживёт тогда, когда выветрится антифриз. Эта проблема будет прогрессировать, и антифриз будет постоянно попадать во второй или в третий цилиндр, или же сразу в оба, что случается реже. Поэтому мотор будет ездить постоянно на трёх цилиндрах, либо иногда на трёх цилиндрах. Но один цилиндр работать не будет. Такая проблема на двигателях 2.0 EcoBoost, выпущенных в озвученный период времени, случалась при любом пробеге. Будь то 10 тысяч, будь то 100 тысяч. То есть многие владельцы пригнанных из США уже вскрывали или меняли моторы. Эта проблема была признана компанией Ford. Технический бюллетень от 19 декабря 2019 года предписывает замену двигателя. Кстати, там же указаны конкретные двигатели. Для Ford Fusion и его клона Lincoln MKZ это моторы серии 910, а для Lincoln MKZ 206 моторы. Эта самая серия указана на наклейке на торце крышки ГБЦ прямо напротив правой опоры двигателя. В общем, проблему с блоками цилиндров моторов 2.0 EcoBoost начали решать в конце 2019 года и, как вы понимаете, только в США. Поэтому парение из выхлопной трубы, пропуск и зажигания в вышеупомянутых цилиндрах, а также влажный выпускной канал в ГБЦ говорит о том, что прокладка под ГБЦ пробита. Что с этим делать, решать вам. Но на самом деле с блоком цилиндров ничего страшного не происходит. Надо снять ГБЦ, промерить ее прилегающей плоскости, привести их в порядок и установить новую прокладку ГБЦ. Некоторые же владельцы меняют двигатель целиком, но самые изобретательные заваривают пропил между цилиндрами, либо же набивают его герметиком. В общем, определенный 2.0 EcoBoost под капотами Ford Fusion – это бомба замедленного действия стоимостью более $2000. Если вам нужен такой мотор, обязательно позвоните в «АвтоСтронг». У нас оптимальное соотношение цена-качество. Этих моторов на других разборках не много, они пользуются спросом. Чтобы вылечить ваш двигатель от того, чтобы антифриз не попадал в цилиндры, это обойдется примерно в два раза дешевле. На Ford Fusion ставили также 2,5-литровый атмосферник, но автомобилей с таким двигателем в наших странах немного, потому что таможенная пошлина для такого объема высока. Особых проблем с этим двигателем нет. Нет проблем и с блоком цилиндров, как у «Экобустов». Единственные проблемы – это подтекание масла по клапанной крышке, также по ее кольцам-уплотнителям, то есть охотно потеет сальник клапана управления фазовращателем, а также иногда потеет задний сальник коленвала. Еще более редкий двигатель на Ford Fusion – это 2,7-литровая битурбированная V-образная «шестерка». Этот двигатель на этом седане появился в 2017 году. Не поверите, но отзывные кампании по этому двигателю тоже были, но антифриз в цилиндры не попадал. Но были проблемы с направляющими клапанов, из-за чего масло лилось в цилиндры. Также были проблемы с одним из турбокомпрессоров, связанные с попаданием масла в выпуск. Но справедливости ради скажем, что эти проблемы случались на пикапе F-150 с этим мотором. Чаще всего же были маленькие проблемы у этого двигателя, связанные с потеканием масла по поддону, а также связанные с катушками зажигания. С самого начала Ford Fusion 2-го поколения был доступен с гибридной силовой установкой. Причем есть два варианта. Есть обычный гибрид с емкостью батареи 1,4 кВт, а есть подзаряжаемый с емкостью батареи 7,6 кВт, но доступная емкость 6,6 кВт в час. В обоих случаях силовая установка представляет собой двухлитровую атмосферную четверку с распределенным впрыском топлива, которая работает вместе с бесступенчатой трансмиссией Ford HF35. В нее встроен электрогенератор и мотор-генератор, которые соединены с ДВС и колесами несложной системой с одной планетарной передачей и полдюжиной шестерен. Этот вариатор напоминает вариатор Prius. Надо сказать, что эта трансмиссия и CVT, и гибридная установка в целом на Ford Fusion очень надежная. Но есть несколько «но». Первые два года выпуска ее подшипники разваливались, но это все очень быстро решили на заводе. В целом эта трансмиссия служит очень долго. Но важно менять в ней масло каждые 80 000 км, потому что при пробеге на одном масле более 100 000 км будет износ. То есть износятся подшипники валов, трансмиссия начнет гудеть, а также может обломать зубья на шестернях. Еще у этого вариатора есть проблема с маслонасосом. Вал выедает свое посадочное место в алюминиевом корпусе, становится наискосок, а затем обтачивается либо обламывается его зубья. Соответственно, маслонасос перестает работать, и в первую очередь изнашиваются подшипники валов. Эта неприятность может случиться при пробеге в 200 000 км, если вариаторы ни разу не меняли масло. Эти же трансмиссии для Plug-in Hybrid оснащены дополнительным масляным насосом, трубка которого расположена снаружи. Бывали случаи, что эту трубку отрывали попавшие в нее предметы с дороги. Через лопнувшую трубку все масло выливается наружу, и трансмиссия заклинивает. Стоит следить за этой трубкой и устанавливать прочную нижнюю защиту моторного отсека. А еще нельзя игнорировать течи масла по сальникам полосей. То есть, трансмиссия ECVT чувствительна к уровню масла. Замена масла производится несложно. Сливается через одну пробку, заливается через другую. По ней же устанавливается уровень. На замену уходит 5 литров масла. Надо использовать специальное масло Ford Merkan ATF-LV либо же аналог. Ну, а с литий-ионными батареями ничего плохого пока не случается. Эти элементы прекрасно диагностируются. Все негибридные Ford Fusion оснащены шестиступенчатой АКПП, которая была разработана Ford EGM. Эта трансмиссия, а именно ее предшественники, появились до появления Ford Fusion и хорошо обкатались на других автомобилях. Поэтому все слабые места были в ней искорены. В общем, АКПП 6F35 надежная и долговечная. Пинки и шероховатости в ее работе связаны с качеством масла. Помимо замены масла вы можете попробовать на свой страх и риск скинуть адаптации этой трансмиссии. При частичной замене удается слить 4,5 литра масла. Масло идет с допуском Merkan LV по $15 за литр. Меняется просто. Сливается снизу, заливается сверху. Уровень выставляется по перевленной пробке сбоку. Также можно поменять фильтр. Но это возможно только если располовинить корпус трансмиссии. Отдельного внимания заслуживают версии с двигателем 2.0 «Экобуст» и «АКПП». Дело в том, что эти версии были участниками отзывной компании, которая была связана с поломкой драйв-диска. Драйв-диск выполняет роль маховика, то есть соединяет двигатель и гидротрансформатор. Имеет зубчатый венец для стартера. Так вот, вы не поверите, эта простенькая деталь лопалась на болтовом соединении с коленвалом. После этого в колоколе трансмиссии был слышен металлический скрежет и ляск. Добавим, что во многих Ford Fusion, которые приехали из США, эта неприятность случилась, потому что они не дождались усиленного драйв-диска. Так, ребята, те, кто еще не подписался на канал, обязательно подпишитесь. У нас много очень крутого технического контента. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть еще подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами в отличном состоянии и продаем их с полным пакетом документов. Ссылочки я оставлю в описании. Нужен байк, обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ну что, мы на СТО и продолжаем. Ford Fusion встречается полноприводный. Задние колеса подключаются через электромагнитную муфту. Так вот, автомобили на автомобилях, которые были привезены из США и ремонтировались после ДТП, в некоторых случаях муфта просится на ремонт. А все почему? Скорее всего, некоторые машины буксировали с частичной загрузкой, то есть задние колеса вращались. Да, муфта не работала, но они вращались, фрикционные терлись друг от друга и некоторые прогорали. Плюс нагрузку получал карданный вал и особенно его шрус. На износ указывает хруст при трогании с места с полностью вывернутыми колесами. К счастью, эти муфты недорого ремонтируются. Еще одна неприятная ошибка, которая встречается на Ford Fusion, ее, кстати, устраняли по гарантии, связана с рулевой рейкой. На рулевой рейке есть четыре болта, которые крепят к ней корпус электромотора. Так вот, три из четырех болтов запросто могут лопнуть, и тогда электромотор перестает работать. Эта неприятность может случиться в самый неожиданный момент. Например, на ходу электромотор перестает работать, усилие пропадает. Эту проблему решали по гарантии. Причем, в Беларуси можно было пробить автомобиль по VIN у официального дилера и получить замену алюминиевых слабых болтов на более прочные стальные. Также была еще отзывная компания по болту, который крепит руль к рулевому валу. Штатный откручивался, его крепили на резьбовой герметик. Все ступичные подшипники идут вместе со супицами. Меняются просто, но стоят дорого. По 400 долларов оригинал. Естественно, есть не оригинал, в 2-3 раза дешевле. Почему начали со ступичных подшипников? А потому, что они едва выхаживают 100 тысяч километров, затем начинают гудеть и нередко вибрировать. Еще, кстати, слабоват подвесной подшипник правого привода. Нередко начинает гудеть, не выхаживая все те же 100 тысяч километров. Подвеска у Ford Fusion живучая, но дорогая. Меняется крупными деталями. Оригинальный рычаг стоит 280 долларов, хотя можно купить два его сайлентблока. А вот шаровой опорой сложнее. Ее никто не предлагает, потому что перепрессовка в этот алюминиевый рычаг невозможна. Хотя некоторые СТО предлагают реставрацию шаровых опор. Кстати, цены на неоригинальные рычаги стартуют с 80 долларов. Оригинальные стойки стабилизатора предлагаются за 50 долларов. Заменители стартуют от 14. В задней подвеске по 4 рычага на каждое колесо. Ситуация с цилиндблоками такая же. Не детализируется. Цилиндблоки для вот этого подпружиненного рычага не предлагают даже неоригинальные производители. Можно заказать под заказ. Стоит рычаг 300 долларов. Зато на разборках этих рычагов полно. По неоригиналу можно купить обе вот эти вот передние косточки. Верхний рычаг бумерангом только по оригиналу стоит 150 долларов. А вообще, задняя подвеска Ford Fusion не требует к себе внимания до пробега в 200 тысяч километров. Ford Fusion – это много качественного автомобиля за привлекательную сумму. Но для беспроблемной эксплуатации надо бережно относиться к моторам EcoBoost. Температурный режим должен быть в порядке, и на масле нельзя экономить. И тогда всё будет ок. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».